Не о том, кто уплыл на столе. Хорошо. Давай-то с этого начнем. Ты подпевай. Да, конечно. Песня нашей... Молодость. Мы из Белли Школы. Песня нового на стихи Роберта Стивенсона. Перевод не помню ничего. Я когда-то знал и забыл. Так, что? Закрыли. Закрыли. Знал бы. 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 Вроде бы нет. Ну, в общем так. Начинаем. С места в корее. Спой мне о том, кто был на скале. Может быть он отдает. Весел душою в море ушел, Скрылась вдали земля. Бал за кормою налево рам Прямо по курсу. Юное пламя, влажным днем Угаснула луы налево. Ветер песню мою верни, Жар без сон статай. Юность не верни, и пылкость не верни, Ведь я не был на скай. Ветер, волна, океан, острова, Ливень, простор и свет. Все это было, когда-то со мной, А нынче я во мне. Весел душою в море ушел, Скрылась вдали земля. Весел душою в море ушел, Скрылась вдали земля. Весел душою в море ушел, Скрылась в море ушел, Скрылась. Фэр? Да, я стараюсь вниз, но я еще не стараюсь. Вот эта... эта строфа, ну не звучит. Надо бы... Ни пуй вверх, ни пуй вниз... Мы, собственно, хотели бы это спеть, потому что мы обещали, что будет... Почему-то мы простите. Да. Красный, синий, голубой, Выдержи себе любовь, Это наш закон лицкой, А не детская щиталка, Если выбрал голубой. Синева не взять, а жалко, Впрочем, этот удержи. Да и мы такая малость, Будто только улетел, ленточка в руках осталась. Что ты, что ли, моя мама? Ничего, дружок сердечный, Усенька нападет рамы, И давно пускай сковорящий нить, Чисто выведен наш двор. Небы, блинки, садинки, Где-то радио поет, А торгуется на рынке. Скоро в пункт нас пригласят, Вдоль по улице безлюдной, Все поймем про район. Жизнь была чудной чудной, Остается лишь одно, Про себя тихонько петь. Чаще в небо голубое, Реже в воду не смотреть. Что ты, что ты, моя мама? Переменим разговор. И весна в одежде стоит, Зарастет травою двор, И тогда у моей мамы Будет все, как год назад, Зарастет весь двор травой, И скворцы заголосят. Зарастет весь двор травой, И скворцы заголосят. Вот этого и не надо. Мой мать на сверху воды Меня ругает, об уни, Везде вода, по водостокам. Мой мать, ты сам учитель бестолковый, Боюсь, из нас двоих не вредит толку. Туда, сюда, вода шальная мчится, Две женщины, мне голову морочат. Одна из них до головокружения, Другая отпускать меня не хочет. Ну а тебя ничем здесь не удержишь, У нас в Садовасе две недели, Давай запишем два письма коротких. Я не успел за долги с вами теряны, И мы с тобой опустим эти письма В невестности. В ящичек почтовый он здесь висит давно, Но почему-то он каждую весну Совсем как новый. Бугнит везде вода, по водостокам. Так как на все плоды меня ругает, Одна из них на слово не ответит, И в саджи пришлет ответ другая. Бугнит везде вода, по водостокам. Бугнит везде вода, по водостокам. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. Давай авторские. Нас все знают как основные исполнители, Но у нас есть подборка уже собственных песен. Имеется. Пора. А давай тогда начнем. Я тут песню написал. Мы ее спели на Борт-Академии. Перекличка с Аркадием Зубинчиком. Фактически наш одноклассник. У него тоже такая песня. Мужчины, которым полста сидят прямая по 200. Я это прочитал и понял, что это как-то... А у него вино. Да ладно. А, значит я неправильно понял. Меня это как-то переклинило. И я написал, что мужчины, которым полста сидят, принимают посту. Наверное, более логично. Не знаю. Полстал, полстал более логично. Короче, собственно версия волсты. Более логично. Попробуем вспомнить это. Я все помню. Музыка. 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 Академия. Это моя история. Это сказка. Это сказка. Я знаю, что анализ зато хроменок. По ночной дороге с гитарой Не толкали я на фестиваль. И машины сонной фары Освещали мокрый асфальт. Виктор радио назабоченным Вешал мне короны на ухо. Вдруг я вижу, что на почине Сидит маленькая лягуха. А лягушка эта из леса Словно сказочная принцесса. И глядит она как жалостно. Муть с собой возьмите, пожалуйста. Жалко стало мне эту лягушку. Я в машину ее посадил. Заткнул диктор, снял наушники Всю дорогу с ней говорил. А приехав, налил ей в ванну И себе тоже стал выголевать. Но углядела она так странно На бутылку и на кровать. Ведь лягушка эта из леса Словно сказочная принцесса. И глядит она очень жалостно. Полюбите меня, пожалуйста. Понял я, в эту ночь я не смею Песни-гроки в холле орать. Я лягушку вдруг обогрею, Я с собой положу ее спать. А на утро, когда вслед за бартом Тишина совершила верушку, А обнаружил с собой рядом Симпатичнейшую девчушку. Ведь на девушке эта из леса Моя сказочная принцесса И улыбнулась носом по душу. Неужели же эта лягушка В нашей жизни порой приключается? Вот такие вот чудеса На дорогах лягушки встречаются И стучатся в окна весна. Фестиваль нам дает немало. Ты мне веришь? Спросил я друга. Да! Ответил мне зритель из зала. Нет! Сказала моя супруга. Теперь надо перейти на более серьезные песни. Давай я начну с какой-нибудь такой... Не такой уж прям мрачковый. Давай, да, хорошо. Вообще, творчество Киплинга Она очень на многих взаимодействовала. И многие подвели его влияние. Почему-то сами писали. У меня получилось так, что я написал достаточно много песен. Просто вот на его стихи, на переводы. И тут, кстати, недавно был даже концерт. Я не знаю, правда, с чем это был связан. Время не подходило на какие даты. Но просто был концерт. Я там спел все свои песни. На стихи Киплинга. И это, в принципе, можно увидеть там на ютубе и выложено. Ну, сейчас давайте что-нибудь такое споем. Нитрально. Для перехода. Ну, это стихотворение называется Ив. В русском варианте тот перевод, который Топорова, который я озвучивал, называется Заповедь. ПЕСНЯ Влади собой среди толпы сметенной, Тебя клянущей за смятенье всех, Верь сам в себя на берегу вселенной. И маловерным отпусти их грех, Пусть час не пробил, жди не уставая, Пусть лгут ушицы, Не снисходи до них. Умей прощать, не кажись прощая, Великодушней и мудрей других. Умей мечтать, не став рабом мечтанья, Не мыслить мыслей не обожествив, Равно встречай успехи поруганья. Забывая, что их голос лжив, Останься тих, когда твое же слово Калечит плуг, чтоб уловлять глупцов, Когда вся жизнь разрушена, И снова ты должен все Воссоздавать со сном. Умей поставить в радостной надежде На карту все, что накопил с трудом, Все проиграть ищем знать, как прежде, И никогда не пожалеть о том, Умей принудить сердце, нервы, тело, Тебе служить, когда в твоей груди Уже давно все пусто, все сгорело, И только воля говорить иди, Останься прост, беседу я с царями, Стать все честен, говоря с толпой, Пусть прямо твердь с друзьями и с врагами, Пусть все в свой час считаются с тобой, Наполни смыслом каждое мгновенье, Часов дни и нелалимый бег, Тогда весь мир ты придешь во владенье, Тогда, мой сын, ты будешь человек. А, место кончается. Ну и вот, это одна из самых первых песен, Что я написал вообще. И буквально через что-то там закончился. Место кончилось, просто надо чистить. Подождем. Это долго, это же это не стоит. Я вот одеваю, что я пишу. Ну тогда я не буду прерваться, наверное, да? Да. Буквально через пару лет я написал такую песню, Которую как-то вот стал московскому КСП Более известным, в частности, Благодаря усилиям братьев Фриденбергов, Которых становился также Чижи. Ну и наших скачанов, ну всяких, да. Ой, это была замечательная история. Расскажи историю, я не знаю. Как-то пришел я на слет охотный ряд. Не знаю, что мне это занесло. Там был Лорес, Чижи. Это вот сейчас уже? Нет, ну вот когда? Давно давно. Лет десять назад. Десять назад, может пятнадцать. И мы с тобой уже вовсю пели. А, то есть недавно? И они мне говорят, ну будешь в концерте участвовать? Ну, наверное, буду. Думаю, что я буду петь? Сейчас один выйду, тогда я еще свои песни не писал эти две. Я бы так, конечно, вышел бы здесь. Ну, значит, надо петь Кайдалову чего-то. Я подошел к Чижу одному из них и говорю, Слушай, не поможешь мне спеть песню мертвых? Может песню мертвых? Ну да, 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 да. Вот. Он говорит, ну хорошо. Вышли мы втроем, два Чижа, я, спели песни мертвых, потом спели там еще что-то морское, потом еще. Потом такие люди с такими глазами подходят. Слушай, они уже так давно вместе не поют. Как тебе удалось сообщить? Умереть. Прекрасно. Естественно. Благодаря объяснили. Да, да. Песня у Львы Клюша. Я их пытался заставить. Они друг с другом не разговаривали вместе, там у них выходили, у них там что-то какая-то была. Какие контуры были страшно. А тут, значит, это вышли. Я в середине, они с двух сторон, меня так радостно попели там, что-то вспоминали, что-то стало. Я даже скажу, это был либо 10-й, либо 11-й. Ну ладно, песни мертвых, да. Перевод Голи, это я помню. Музыка. 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 Надо уходить за власть, Господи, счет покрыть. Выплывает здесь любой привив, Роскировых кораблей Расставляет здесь двоих отлив, Мертвецов на сырой земле Выплывают они на прибре. Мы держим их издор из глухих пропастей. Если жизнью наводом, а тенью нам умрать, Мы зарплатили скалом нам. Нам кормить наше море судьбою ходу, И в грядущем граб стояну. Над давным давном, пошедшим на дно, И львом, и ночью до дну. Всем лежать с веснастей своих кораблей, Средоставка своих бригадин. Если жизнью надо платить за власть, Господи, жизнью платить за власть, Господи, собственной жизнью за власть, Каждый из нас властелин. И львом, и львом, и львом, и львом. Это называется «Дорожевой дозор», посвященный Англобурской войне. Потому что были усилены дозоры, нападения на мосты. И вот дозор на реке оранжевой такой стоит. Стремительно над пустыней смягчается яростный свет, И вихрем изломанных линий выступает горный хребет. И вихрем изломанных линий выступает горный хребет. Вдоль горизонта построясь, Разрезая гряжь из полин. Небес, периловый пояс, И черный мускат долин. Небес, периловый пояс, И черный мускат долин там. С обрывом гранитные звезды Глядят в темноту, И резкий свисток велит нам, Сменись, караул на восток. Стой, стой, до седьмого вода, У подножия сумрачных войн. Нет, армия, нет всего-то Наш старжевой дозор. Покуда ждальних склонов Не послышится перестук, Не вспыхнут окна вагонов, Связующих север и юг. Не, не зря ли глаза мозоришь Тенем, что пялятся с гор? Нет, армия, нет всего лишь Наш старжевой дозор. Когда же огни перенится, Погаснет разглоном холма, Тьма, тьма, уважись, становиться, В сердце спускается тьма. Тьма, тьма, уважись, становиться, В сердце спускается тьма. Одиночество и забота, Вот, и весь разговор. Нет, армия, нет всего-то Наш старжевой дозор. Нет, армия, нет всего-то Наш старжевой дозор. Наш старжевой дозор, Наш старжевой дозор. Вот одну такую песенку Попробую сейчас изобразить. Называется она «Зимний эльф». А «Вступление» из Бориса Рощева, которое Боря мне подарил. «Вступление» он придумал и подарил мне, да. У меня был другой, более примитивный. Рощин сыграл мою песню, мне понравилось его больше, поэтому переиграю как он. «Когда в мир нагрелут метели, И главный приблизит сосуд, Я кружку душистого эля Налью и к губам отнесу. Я кружку душистого эля Налью и к губам отнесу. А там, на краю Айкумены Великое море огня, Я кружевом тающей плены Вселенная манит меня. Хмельная и сладкая бездна Накроет тебя полной. Умру я и снова воскресну, И стану с ней частью одной. Да будет такое решенье, Итог мой не путь, а века. Господь не простит их решенья, А их унесет в облака. Чтоб вечное пенье слушать, Свеснить будь рая росу, Слезами очищу я душу, И элен от смерти спасу. Слезами очищу я душу, И элен от смерти спасу. Слезами очищу я душу, Итоги, Слезами очищу я душу, Ну как-то такая была романтическая эпоха. И прочел я книжку про Фрэнсиса Дрейка, Которую я назвал «Биг золотой лани». Так он написал песенку, Тоже на собственной стихи. Сейчас попробую вспомнить. Бросил якорь наш фрегат У берегов Америки, Пушку заряжай, пират, И пали по берегу. Мы даем сегодня бой, Будет он миллионок, Ждут тобычи золотой, Но в Англии далекой. Нам кормить акулью пасть По морской традиции, Но не дай Господь попасть В лапы инквизицы. Мы даем сегодня бой, Будет он миллионок, Ждут тобычи золотой, Но в Англии далекой. Ждут тобычи золотой, Но в Англии далекой. Шел наш Фрэнсис капитан Под пиратским знаменем, И в Мадриде трепетал Сам король Испании. Мы даем сегодня бой, Будет он миллионок, Ждут тобычи золотой, Но в Англии далекой. Ждут тобычи золотой, В Англии далекой. Явно сразу видно, что написано под велением Кима. Конечно, да. Все гармонии Кимовские абсолютно. Ну что, у нас теперь, я там поняла, не серьезное. Чтобы мы перейдем к переделкам. Да. А я вот тоже хочу, да. Вот как раз, Потому что в последнее время мы все время пишем вместе переделки, Ну как так получается, что я сначала что-то сочиняю, а потом Леша переделает. А вот тут я хочу, как ту, которую Леша сочинил этим летом. А ты переделал. А я переделал чуть-чуть. Отлично, давай попробуем. Это было к нашему карнавалу. К карнавалу, да. Да, сочинили такую песенку. Ну давай в Си, да? Хорошо. Мелодия известная. Песня это как бы монолог министра финансов. Как же зима, как до лета, Вы спросите смело. Как же зима, как до лета, Вы спросите смело. Мы отвечаем, не ваше собачье дело С этим Госдума без вас разберется сама Что беспокоит особенно этот бюджет Наши финансы стремятся к нулю, к сожалению Мы экономить пытаемся на население В общем, такой для России привычный сюжет Что же за этим последует? Жаркий июль? Нет, извините, в стране отменяем мы лето Чтоб все коррозить бюджет, мы потом и на это А кто недоволен, затем уже едет патруль Чем же все это окончится? Грянет беда Денежный крах наступает, подобно цунами Надо остатки сечек разделить между нами И на Канады скорей улетать, господа Там море, там солнце Там коньяк французский Мы забыли сказать, что это еще под впечатлением прошлого холодного лета Все поняли, я думаю, что он говорит Ну, лучше сказать Актуально Да, но мы перейдем со всем Я думаю, несколько пародий таких наших Споем, да? Бескайдалова А давай начнем Бескайдалова, Польск Бескайдалова 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 Название пародии Бескайдалова Нет, это ее условный код пародия Очень такая история пародия очень длинная Но неважно Сначала написал первому Рексу Потом Лешке она понравилась Он ее чуть-чуть переделал Потом мне тоже понравилось Мы ее еще куда-то переделали Потом, в общем, она такая универсальная Мы ее теперь переделываем Под любую, под любую Мы, наверное, оригинал Фестивальный вариант Не лесной Я не даю фестивальный Фестивальный Рассекается толпой Как будто воды вешние Мы все на праздник собрались У нас даже поет Ведь если где-то под Москвой Тусовка хрис-фрешная совсем Не обязательно, что под Тосинк разлет Совсем не обязательно, что слет не интересен нам Совсем не обязательно, что в лес нам ехать лень Ведь если кто-то и готов прийти Послушать песенки Совсем не обязательно, что это лишь лень Совсем не обязательно, что жизнь не ловит шеволоса Но надо все на свете нам увидеть и успеть И коль на сцену вышел пар, без слуха и без голоса, совсем не обязательно, чтоб он не сможет спеть. И коль на сцену вышел пар, без слуха и без голоса, совсем не обязательно, чтоб он не сможет спеть, совсем не обязательно, вниманием вар добаловать, совсем не обязательно, кричать осквы еще. Ведь если я на злу друзья, бою вам песка и далого, совсем не обязательно, что выйдет хорошо. Ведь если я на злу, друзья, пою вам без кайдалово совсем, Не обязательно, что вы нехорошо. По салу разливается чудесная мелодия, Она летает в воздухе, лаская и манья. И если мы вдвоем поем вам новую пародию совсем, Не обязательно, что песня про коня. И если мы вдвоем поем вам новую пародию совсем, Не обязательно, что песня про коня. А про коня, ну, первого все знают, А про второй я тут вообще, я всегда считал, что она такая-то слабенькая. А тут мы чего-то вот, ировиденская стала петь, А снег идет, а снег идет. И мы после этого, значит, не прекращая, И так пошло, там напротив сидела девочка, И падал со стула, со стула, как это захотало. Я подумал, нет, наверное, надо, наверное, все-таки ставить на ней крест, Не ставит, не ставит, называется она Конь-2, да. Конь-2, шикарная песня. Да, спасибо. Ну ты ж ты раньше-то не говоришь по-сторому. Ты ж раньше-то молчал, ж волк, полица, и сколько он подавил. А я думаю, что она такая-то, что ее никто не пихнет. Я всегда поддерживаю, я всегда хорошо. Мы всегда говорим, что мы очень любим животных. Наши песни воспеты всячески разно по всяким разным курсам. А вот эта песня такая у нас сборканая. Вот мы всех животных собрали вместе. Собрали вместе. Это не про животные песни. Ну, это не про животные, про девушку. Про девушку. Про девушку. Впрочем, я даже как-то не вспомнил. Ритм на комфорт. Мы ритм неурально играем, почему правильно. Какой же мысль. Да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Мол, я девушку в поход, Движу сводить ее на слет, Там пар, гитару, разговор, Палатка и костер. И вот сидим мы на бремне, Массандра булькает во мне, Но только счастье началось На нас трясется лось А лось бежит, а лось бежит И все трясется и дрожит У нас с тобой бы все срослось Как когда б не ветер в лось Другой подругой как-то раз Я ездил в горы на Кавказ Но лишь под дня весна и врус На нас несется гусь Он пусть огромен и силен Наверно сын Иркион Не думал я, что навернусь Как когда б не этот гусь Собрал отец своих подруг С ними я сбежал на юг На диком пляже мы одни Как вдруг плывут они Огонь плывет, огонь плывет И кто-то рядом с ним орет Я тоже спел с тобой вдвоем Но только не сканет Огонь плывет, огонь плывет И песню бодрую поет За то, что ты в моей судьбе Спасибо, кот, тебе Спасибо, кот, тебе Спасибо Здесь должно быть соло, когда Когда-нибудь его придумают, сыграют А лось бежит, а лось бежит А гусь летит, а гусь летит За то, что ты в моей судьбе Спасибо, кот, тебе Спасибо, кот, тебе Спасибо, гусь, тебе Спасибо, лось, тебе Все, кто не брали язык Своего зоопарка Смотри, даже Анька смеется Это значит, что жило Анька даже смеется Анька даже смеется Смотрите, при зоопарке я тебе говорю У всех животных там посчитали Уже пытались сейчас посчитать И жизнь получила Животных, которые... У вас же пейкает Тоже самое, то же самое Быстрее Да, да Смотри, гунь, лось Этот, гусь Более быстрее На лень Нет, играть быстрее А пить так же Вовка, будь ты еще и раз Папель, лага про эту самую Ай, жаль, муха, си Она очень красивая Давай Не снимай Не снимай Снимай Додолжайся Снимай 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 У нас время от времени Вот такие возникают экзерсисы Что мы... Мы вообще-то любим, конечно, авторскую песню Вот написали пародию на Папсу, Галима Ну что, вот дело Ничего Получилось, по-моему, очень смешно Вот, она как раз приурочена к кризису Ну, это все не так, конечно, было Ну, не важно Вот, нет, причем не так Именно так и было Ну вот, получилось Надо было написать к Бартакадемию пародию очередную Да, мы писали к Бартакадемию Я налез на свою любимую ОСП-студию И стал смотреть, какие же там пародии есть Пару слов украл И пара слов украл, да? Иди И все остальное наше собственное Ну и молодец Получилась такая песня Да, есть такая группа На-На Надеюсь, вы ее все не знаете Ни кто-очень Я не надеюсь Ну вот, и это вот на них пародия Ну что, попробуем Упала шляпа, упала на пол Упал мобильник прямо в унитаз И будет плакать, отсюда слякать Хотя печален будет наш рассказ У пара плюсов есть немало Но песня, братцы, не о том Тут дофига всего упала Пара спасать родимый дом Упала, эх ты, цена у нефти Упала укрепление рубля Упала, ребята, размер зарплаты У всех и даже в свете короля Ряды ученых поветели Упала численность врачей За то, чем нужно все придели И не спастись от них вообще Упала люстра, упала с хрустом Наверное, кто-то наверху спылил Теперь страдает, все подметает Но я устал, и телес мой включил Там о животных мне налкуя Теледущий рассказал Про жизнь хорошую такую А также то, куда упал Подданный шемель Упал в душистый хмель Запля рухнула в камыши Молодой бегемот провалился под лед И уже никуда не спеши Упала флешка, упала спешки На флешке той был очень важный файл Раз так в субботу дал работу И едем, едем сильно фестиваль Упал наш сервер очевидно Слегка похрюкал и исчез Упал, что нам всего обидней Концертом баров интерес Все переменится, родные И все поправится, друзья Наступят времена иные Проблем не будет нифига И петь как без живут я И я Вебат Барт Академия Аплодисменты 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 Нам бы сказали, что ее никто не понял Потому что никто не знал Переделку Переделку оригинала На который мы написали еще одну переделку Может и дальше Давай сначала споем переделку Оригинал мы спать не можем, потому что мы его не очень знаем Ну давай тогда дальше Сначала с первой пародии Потом второй Без стапика Без стапика Без стапика Первая это Миша Волков А мы в ми Транспонировали куда же Иначе очень высоко получается Я не знаю Давай сейчас попробуем на втором и в ми Ох Нулёмая тяжкая Радница посвятой Ну а сейчас я запомню Получился Да Ну вот Ну вот Вроде да Значит Оригинал примерно так звучал Спалило солнце как воду И не глотка воды Уже давно нас в черте ждет напрасные труды Вот бортомор стоит в лекад Вот он уже горит Среди мечей от коленок мне захотелось Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот и было до хрена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Налейте, будем мы грустить Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ин tortilla Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот так уже нормально. Может, расскажем предысторию? Коротко, да. Короткая предыстория такая. Есть у Вадима Седова совершенно замечательное стихотворение про пидорасов. Которое совсем петь нельзя. Которое мы не... Ну, может быть, совсем у Шкулара, да. А у Висбор есть песенка про Зайку. Да, тоже. Все знают, да. И вот когда-то получилось так, что я неожиданно... Я разучил эту песню, но почему-то в варианте Леши Морозова, который скрестил вот эти две песни. Получилась песня про пидорасов, но на мотив Зайки. Лебедев слушал, слушал, кихил там тихо в углу. В результате у меня начало складываться пародия, потом еще я тоже написал несколько куклетов. И так далее вот получился... Получилась вот такая песня. Ну, страшно. Я с гитарой сижу и страдаю, сочиняю веселый рассказ. Ты едва ли теперь угадаешь, с кем кого я сравню в этот раз. В нашем мире все люди-артисты, и скажу, ничего не таят. Пародисты кругом, пародисты, лишь один Д'Артаньян, это я. Пародисты вокруг повсеместно, книгам цирки, в театре, в кино. И, конечно, признаюсь вам честно, их и в авторской песне полно. Вовк, Лебедев, Леша, Кайдалов, под Березин и Рощин, Борис. Капкин, Кугин, Егоров, Пенчаров, сам Морозов и тот пародист. Я хотел бы, признаюсь, ребята, сочинять свои песенки сам. Не ходили бы толпы фанатов, постоянно за мной победал. Но музыка, характер коварный, и не сладить мне с нею никак. Всюду барды кругом, всюду барды. Я один, пародист, как дурак. Но когда-нибудь песню создам я, И нетленка станет дома. Лишь колеблет мое мироздание Воплощение странного сна. То ли ангелы, то ли садисты, Непреклонные, словно в бою. В пыльных шлемах толпой пародисты Мою песню со сцены поют. В пыльных шлемах толпой пародисты Мою песню со сцены поют. Это мне Мишина же? Короче, в третьем куплице ты сам все расскажешь. Но Миша ее может воспроизвести. В третьем отдельно. Народную песню, а я не могу. Какой народный песенок? Если кто-то... Я предлагаю вам строить перерывчик. Нет, слова не помню. А, про туэеты что ли? Да, да, да. А, про туэеты. Затянули, давайте перерывчик устроим. Это шикарная просто вещь. Передовым 15 минут. Дальше свободный микроход.